Моя родная жена отказалась дать интервью моему ютуб-каналу о том, как она встречалась с адвокатом Михаила Ефремова Ильманом Пашаевым за два дня до того, как его лишили адвокатского статуса. Уже якобы почти многие коллеги мои любовницы, поднесли, но они малыши у бизнеса, красивые. Но вы знаменитый человек теперь, знаете, привыкаете. Слова она такая. Это ролик о том, как нам не вляпаться в плохого адвоката. Потому что, увы, нам, среднему классу, иногда нужны адвокаты. Не только для того, чтобы защищаться, но и чтобы нападать на нерадивых застройщиков, на плохие страховые компании, на всяких разных мошенников. Почему такое отношение ко мне? За что такое отношение? Я же такой же, как другие. Если вам неинтересна всякая желтизна, желтая пресса, разборки Ефремова с адвокатами, значит, суть дела. Почему Ефремов получил оглушительный приговор в 8 лет? Почему не удалось ему сдать хотя бы 4 года, 3 года, как это часто бывает в подобных случаях? Почему его адвокат Пашаев не сумел договориться с потерпевшими? А это ключевой момент в подобных делах. ДТП со смертельным исходом. Если с потерпевшими договорились, деньгами, конечно, все понятно, то тогда они просят меньше срок, и меньше срок дает суд. Меньше никто не даст. Моральный аспект. Если кто-то считает, что аморально договариваться с потерпевшими о деньгах и не признавать свою вину, полностью согласен. Я считаю, что Ефремов в суде должен был сидеть с покаянной головой и говорить только одно. Виноват. Простите. Простите, пожалуйста. Но если вы хотите идти по другому пути, получить минимум срок за ДТП со смертельным исходом, то тогда, тогда надо договариваться с потерпевшими. И мы начнем рассматривать, почему адвокат Пашаев не сумел договориться с двумя сыновьями покойного Захарова. Попытались через старшего сына. Как-то решили. Меня зовут Виталий Захаров. Михаил Ефремов. Удивный мальчик. Это видеообращение Виталий Захаров записал через две недели после аварии. Он уверяет, что никаких заманчивых предложений от Ефремова не получал. Я ничего не получал. Никакие извинения, соборезы. Вы видите, что он говорит? Что ему не было никаких предложений. Они ничего ему не предлагали. Такое ощущение в этом интервью, что он прям напрашивается на то, чтобы на него вышли наконец и предложили ему миллион рублей, два миллиона рублей, может быть даже три миллиона рублей. Почему же не предложили? Александр Добровинский тут совершенно ни при чем. Как известно, у старшего сына Захарова был другой адвокат. Сначала мы договорились о встрече. Я говорю, хотите, я приеду. Или вы приедете в Москву, чтобы мы с вами договорились. Я, вы и Виталий. Только без журналистов. Прошу вас, чтобы это никто не должен знать. Через два дня, если не ошибаюсь, или день позвонить, я готов с вами встретиться только без Виталия. Я говорю, нет, этого не может быть. Я говорю, я знаю такие дела, чем заканчивается. Вы видите, адвокат Пашаев пытался договориться с сыном покойного Захарова о том, чтобы дать денег, но не сумел с ним даже встретиться. Потому что между сыном и Пашаевым стоял другой адвокат какой-то, который хотел встречаться один на один, чтобы что? Чтобы договариваться о каких-то откатах или договариваться о том, чтобы послать куда подальше Пашаева? Вот этот момент остался за кадром. На самом деле, Эльман Пашаев разъяснил, что он думал, что адвокат Виталия, сына Захарова, просто пошлет его куда подальше. Потому что точно так же, на такой же встрече, Пашаева послал куда подальше адвокат Добровинский, адвокат остальных членов семьи несчастного Захарова. И Добровинский жестко сказал, иди куда подальше Пашаев, никаких компенсаций и денег вам не надо. Хороший вопрос к Добровинскому. А семья Захарова действительно не хотела никаких денег? Или это была личная позиция Добровинского, который ловил в этом свой хайп? Какая неприятная тематика, да? Змеиный клубок, деньги, смерть, танцы вокруг смерти, какие-то адвокаты и Добровинский, и Пашаев. Вот если человек в любой ситуации хочет нанять адвоката, может быть для начала погуглить, набираем в поисковой строке Яндекса адвокат Пашаев и ставим ограничение по времени. Все, что о нем писал интернет до страшной аварии с Ефремовым. И что же мы получаем? Первая же публикация, вот я сохранил ее, адвокат на доверии, известный адвокат обрабатывал вип-персон. Следующая публикация. Мытищинский суд Московской области арестовал скандально известного юриста Эльмана Пашаева, выступавшего в качестве представителя интересов вип-персон и так далее. Что еще нужно, чтобы не нанимать такого адвоката? От греха подальше. От всего. Когда нам всю страну говорят, вот он получил бы условный срок, он получил бы два с половиной года, три года, господа. Это откуда-то фантазии? Это ДТП. Не могу удержаться, чтобы прочесть вам один кусочек из публикации про Пашаева. Он прославился в 2013 году, когда представлял интересы Анны Лаврентьевой, супруги помощника депутата Госдумы Александра Угнича. По окончании процедуры развода оказалось, что половина дома на Рублевке, ранее принадлежащего семье Угничей, теперь является собственностью Пашаева. Еще что-то нужно было найти в интернете, чтобы, не дай бог, не нанимать адвоката Пашаева. Пашаевна Лаврентьева. Если бы он пришел бы в суд и дальше бы держался в этой линии... Не слышите? Зависит только от потерпевших. Когда говорят, он мог бы получить пять лет, господа, пять лет получают тогда, если потерпевшая сторона согласна. И они готовы были с нами договариваться. Все, отказались. Здесь Пашаев явно лукавит. Суд исходит из субъективных и объективных обстоятельств дела. Мнение потерпевших – это субъективная часть. А есть еще объективная. Остается добавить, что Пашаева наняла жена Миши Ефремова. Жена, которая мучается с ним столько лет. Столько лет он пьет. Столько лет он садится за руль в дребезге пьяным. Господи. И вот сейчас еще это смерть, тюрьма и ей передачи носить. Я все понимаю. Но погуглить можно перед тем, как нанимать адвоката. Это не общая уголовка. Кто занимается по уголовным делам именно по ДТП, специализируется. Вы у них для себя спросите, они вам ответят. Когда? Ну, конечно. Исключительно зависит только от потерпевших. Я вот не помню, появлялась ли жена Миши Ефремова вот в этом интервью, которое взяла у Пашаева «Моя жена». Жесткое интервью. Хотя, на мой взгляд, можно было бы пожестче с этим человеком. И даже видеокадры с места аварии не убедили Пашаева, что за рулем был его подзащитный. Скорее наоборот. Так появилась версия, что за рулем был неважно кто, а Ефремова туда подбросили. Ну, давайте быть честным. Видно на кадр, что вытаскивают Ефремова. Этот парень в белых кроссовках, это чувак другой, которого вытаскивают. Можно я вам скажу? Вы мне можете это показать, где именно Ефремов вытаскиваетесь за руля? Вы мне можете это видео показать? Чувак в белых кроссовках вытаскивает Ефремова. Покажите, да. Вы не видите, правда? Вроде уголовное дело вел я. Если мне покажут Ефремова, вывели из зала, это из-за руля. Эти кадры можно показывать сколько угодно. Пашаев там в упор ничего не видит. Мне остается добавить, что если вы нанимаете адвоката по любому вопросу, подозреваю, что надо контролировать каждый его шаг. Мрак, конечно. Я понимаю все эти нюансы, бумажки, все это вдумываться. Но это примерно как у меня на стройке. Хочешь строить быстро, дешево и качественно, каждый день в 9 утра на стройку приезжай, тогда будет результат. Вот так же и с адвокатами, мать их. 4 умножаем на 2, 8 лет. Получается, если верить Эльману Пашаеву, они заранее знали, что дадут 8 с тем, чтобы через 4 года отпустить условно-досрочно? Тогда зачем нужны были все эти выкрутасы с потерей памяти? Если знали, что все исход делал известен, 8 лет, так нужно было идти по этому благородному пути, а потом освернули на какую-то смутную дорогу. Вы опять благородному говорите? Где это благородный путь? Но когда человек виноват и раскаивается, мне кажется, что это благородный. Дальше куда? Стол какой от этого? Вы скажите, вот вы журналисты, вы ведете какую-то передачу, показываете на всю страну, потом определенное время становится, вам становится известно, что это не так. Что вы делаете? Показываем, как нам стало известно. А я что должен был делать? Я должен был сначала говорил, как есть, сначала говорил, как есть, то есть как есть, то есть как ему все говорили, что ты виноват, ты виноват. Кажется, уже даже сам защитник запутался в своих версиях и интригах. Но это уже не важно. Теперь как бы самому Пашаеву не загреметь за решетку. После удара у джипа не обнаружат даже тормозной след. Когда не вышло свалить хоть часть вины на погибшего, Пашаев решил перевести стрелки на бригаду скорой. Почему его так поздно доставили в больницу? От места ДТП-то с Клиффа ехать всего пять минут. Пять минут. Она говорит, ну да, у нас нет... Они же его не могли вытащить, он же был подоглублен. У него рука была открыта в доступе. Медики могли бы приступить, чтобы хотя бы обезболивать, раз тувор уводит.